Испорт Бэтс Ком Что ж, всем еще раз привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему студия StarLadder TV, это я, Гудхант, и мы продолжаем. Продолжаем. Invasion против MVP Phoenix, плей-офф, Сия региона, StarLadder. Второй матч. MVP 1-0 пока ведут, им нужно выиграть еще одну каточку, чтобы оказаться в гранд-финале. Invasion уже нужно делать камбэк, выигрывать две подряд. Посмотрим, как зайдет или нет. Ogre Mag, Batrider для Invasion, MVP Phoenix забирают Vengeful Spirit и Джакира. В бане находятся Sky, Antimax, Brew и Bansha. Invasion избавляются от Vespa, Void, Terrorblade и Slark. А Slark-то пофиксили в новом батче, минус 20 дэмэджа от Pounce. На самом деле, там есть пару прикольных фишечек, но... Столько... Грязи и лишнего всего написано, что... Не знаю. Кажется, патч глобальный, а изменений-то важных раз-два я обчелся. Ну, типа, Рубик, да, круто, Spellsteel 2 секунды, но... Насколько часто у Рубика появляется агоним в профессиональных играх? Очень редко. То есть, это саппорт, который тратит абсолютно все. Дай бог, если он выносит Forstuff, он уже счастлив. А 4200, это помимо Forstuff и Dagger надо. Ну, то есть... Что-то для Illidana, наверное. Да, вот. Куда-то туда, в двухчасовые игры. Это актуально. Витч Доктор третьим пиком. Не под Войда. Нужен какой-то Disable снова. Потому что... Пока я не вижу способности Витч Доктора нормально скастовать Death Ward. Tide Hunter есть, Джакиру, Венги Фолд Спирит. Все это сбивает Death Ward. Поэтому... Пока я не понимаю, куда он. Ну, никто не отменял хороший стан, Маледикты и Подхилл. Даже без ультимейта этот герой неплох. Фантом Ассасин от MVP Феникс. И тут же ответочка от Медузы. Ну, а то, что Диффуза сделали не Арбом теперь. Прикольненько. Можно будет с Момом комбинировать. Будет Лайфстил и Дрейн по Мане. А что если... Блин, Магини собирать Диффуза второго уровня с Манто Стайлом. Это ж вообще имбаланс. Он за три тычки оставит тебя без Маны. Ну, то есть, там сколько? 38 или плюс от... Мана Брейка. Потом еще Диффуза. Реально впрыгивает АМ, к которому они, кстати, заходят очень неплохо. Вместо Манто Стайла может какого-то запрыгивать. И просто начинает за три тычки убивать у Медузы весь ее монопол. Да, ну я думаю, найдут как с этим реализовать. С отсутствием Орбову Диффузов. И, наверное, сейчас улыбается очень сильно. Ну что, Медуза против ПА. ПА мне нравится больше. Объясню, почему. ПА может с появлением первых уже статовых артефактов а-ля Барабана и так далее врываться в файты и показывать там что-то. Неплохая контра Дезварду. То есть, если даже он поставится нормально, будут миссы Медуза. Это круто. Нужен МКБ, чтобы ПАшке что-то сделать. Герои все у МВП довольно-таки толстые. Пробить кого-то будет трудно. А вот для ПА там сейчас проблема только у Гермак. Джиггернаут ласт пиком. Ага. А куда это? И Магнуса забирают себе, ребята, из МВП Феникс. Ну да. Эмпауэр. Побыстрее бустануть Медузу по демеджу. Чтобы она хоть что-то наносила в начальных файтах. Ну и плюс, как я и говорил, хоть какой-то контроль под Вич Доктора. ПДРП поставит из Вард. Если вдруг выфармит Аганим и ему фартанет, то можно что-то сделать. Но на самом деле пик МВП мне сейчас нравится больше. Если ПА отправляется в мид, Джиггернаут идет фармить тайт оффлейн. Джакира с Венги Фолл Спирит суппортировать. Джаггер на лейне против Вич Доктора, Огра и Медузы. Да неплохо себя, наверное, чувствовать должен. Подхилл есть. Ну что, мы продолжаем. Смотреть. Хин, Венги Фолл Спирит, Марч, Тайт Хантер, Кво, Фантом Ассасин, Рейзен, Джиггернаут, Форел, Джакиро. И команда Инвейджен, которая проигрывает на данный момент. 0-1. А ДТР, Огармак, Кейси Кымба, Медуза, ОК, Вич Доктор, ФЗФЗ, Магнус и Гост будет играть на Бэтрайдере. Фантомка мы видим. 146. Ну, неплохо. Сет Аллайнс частично. Пурмэн Шилд, 2 Тангуса. Отправляется в мид. Огармак. Джиггернаут. Спалил Бэтрайдера здесь. Видит Огра. Скорее всего, Ликвид Файр будет качаться на первом уровне, поэтому ничего не предъявишь. Ну и Тайт на оффлейне. Купил себе пока только Тангусы. О, тут Рейзен. Меч кидает в воздух. Крутыха, крутыха. Диффуза не стакается с другими монодрейнами. А-а-а! Обломили всю мою страту с АМом. А так хотелось, так хотелось. Ну, говорят, что не стакается с другими монодрейнами. Рейзен. Забирает рудную дабл дэмэджем. С первыми ласт хитами проблем не будет. Ну и Медуза. Прокачал Змейку, чтобы оставить побыстрее Тайтхантера без маны. Он не мог спамить анчурсмешем. Тайт покупает себе, кстати, веточки и фласку. Не стал покупать. Сапог. Про Курс Доллара ничего не пишите даже в чате. Просто ничего не пишите. Ну что, Фантомка получает второй уровень. Качает Эвэйджен и Даггер. По понятным причинам. Хотя это ее здесь особо не спастет. Потому что Магнус большую часть дэмэджа будет наносить с воевов. Чем он сейчас занимается. Если на первом уровне это еще не так ощутимо. В любом случае Пашка сейчас будет выфармивать себе Боттл, скорее всего. Иначе здесь стоять, наверное, не получится. А стоять здесь еще долго. Бэтрайвер. Че Джиггернаут? Я понял. Это саппорт Джиггернаут. И фармящий Джаккиру. Который оставляет на лейне одного, чтобы он побыстрее апнул себе Ликвид Фаер. Окей. Марш. Касочки. Неприятно. По лицу пошел он черт смеш. Эмит минус марш. Фабедли инвейджен. Аккуратнее надо быть здесь Кло, потому что могут и под вышку увести. Появляется сапог. Второй Ликвид Фаер. Ну что, так быстро решили подпушить. Марш. Снова тут наполучал. Неприятно ему, конечно, тут стоится. Подходит Магнус. Го. Зайвайдем вейв. Не получается пока ластхитить. Топорик покупай. Я всегда так проблему решаю. Не можешь на ластхитить. Покупай топорик. С топориком ластхитить проще. Джиггернаут. Крутилка, кларити, сапог. Все, что пока есть. Форел, кстати, качается через Дуал Рес. Рес. Вот пошел второй Ликвид Фаер. Сейчас Тавар, наверное, начнет поджигать. Снова затулочка. Игнайт. Винга в инвизе. Подожгли Огар Мага. Начинается размен по ХП. Форел. Пытается забайтить на себя всячески, зная, что винга рядом. Но не ведутся ребята. Появляются Транквилы. Включается подхил 20 секунду. Появляется винга из инвиза. Не получилось забайтить. Па. Уже с Ботлом. Теперь Магнусу чуть труднее. Тайдуха. Каски. Маледикт. Не, ну это Тайт. Это не так просто. Рейзен стоит в пустах. Пытается собрать себе фейзы, на которые потихонечку накапывает Ликвид Фаер. Собирается подпушить Форел. Он не собирается держать лейн и так далее. Хотя там отвод. Поэтому подпушить здесь не получится. Огар. И ставится пауза. Все, все, меня заобнили в твиттере, что не стакуются диффуза. Я понял, ребят, понял. Я же говорю, обломали мою остроту с Аэмом. Ничего не дадут придумать, блин. Все, контрят на корню. Снова у нас минус 2 игрока у МВП. Можно зато пока посмотреть крип статс. 21 на 5 у ПА. 19-11 у Медузы. 19-0 у ФЗФЗ. Мидеры идут довольно-таки ровно. 17-7 у Джакира тем временем. Ну и страдают, понятное дело, оффлейнеры. Трайдера здесь 3 крипа. Но он, я думаю, сейчас уйдет в лес. Второй файрфлай есть. Смысла ему на лейне торчать нет. Хотя, нет, смысл-то, конечно, есть. Потому что как только он уйдет с лейна, Джакира сразу включит БК и пойдет ранить его вышку. И ничего ты с этим не поделаешь. Фантомка возвращается. Остается дождаться Тайда. Остается дождаться Тайда. Остается дождаться Тайда. Гоу пишет Марч. Не знаю, что у них там с интернетом. Проблема кейту MVP. Надеюсь, что, ребята, все будет нормально. И они доиграют плей-оффы. Магнус увез ПА. Забирает руну. Пошли кассочки. Кво. Будет ли моледикт? Просто грызет. Просто грызет сейчас. Идет и давит. Да, у него третий дайгер. Первый эвэйжен. Понимает, что все потрачено у Магнуса. Ему нечем нанести дэмэдж. Винга на хосте. Была бы тут чуть пораньше. Это был бы стопроцентный фраг. Ну, а здесь, как я и говорил. Только бэтрайдер ушел с лейном. Третий ликвидфайр. И Форелл начинает пушить лейн. Подходит сюда джиггернаут. Наверняка у него есть хилингвард. Который сейчас может пригодиться. Сюда должен кто-то прийти и забрать крипов. Иначе вышка отлетит. Да, вот ставится хилингвард. Пошел фортификейшн. Подходит угрмаг. Пошел игнайт. Крипов здесь забирают. Очень-очень быстро. Еще бы отогнать угрмага, чтобы он не забирал отсюда. Крипочка в команде MVP. Снова горит вышка. Есть ТП на Т2. Пытаются ее всячески подсейвить. Потому что отдавать вышку на 6 минуте это не к добру. Рейзен получает игнайт. Есть еще одно ТП. А Фьюри-то теперь нет. Пошел стан. Это минус Рейзен. Перебыковал немного здесь джиггернаут. Па в меде получает 6 уровень. 2-1 в пользу Инвэйзен. Джаккиро. Ну, Джаккиро по стандарту будет собирать Юл. Кто-то выходит в спину. Это Винга. Правда нет стана. Зато будет Вейвов Террор. Пытается уехать. Будет ли даггер? Нет Вижена. Здесь подходит окей. Поэтому Куопа боялся запрыгивать глубоко. Можно получить кассочки и не выйти из-под тавера. Джаккиро. Бэтрайдер. Пятого уровня. Нагнетает на 4L. Сейчас будет Ликвид Файр. Я думаю, он развернется поджечь. Десять стиков было. Можно было и побаковать на самом деле. Руна Баунти. Фантомка снова наполняет Боттл. И снова можно в бой. Магнус в это время регенится на базе. Отпивается банкой и прилетит сюда с ТП. Ой, как больно прилетело. Хейн. В инвизе. Под Кларити. Готов еще что дать стан. Пробивает сейчас немного Магнуса. Ставится с энтри. Очень своевременно. Заметили Хина. И знают, что он тут. Что сделать? Ничего не получится. Вышка. Скоро догорит. Бэтрайдер. Пятого уровня. Один крип погибает и появляется Лассо. Рейзен. Пошла раскруточка. Больно здесь и Гасту, и Форелу в принципе. Если там стики. Стиков уже нет. Бэтрайдер. Бэтрайдер улетит. У него 40 хп. А вот Рейзен не факт, что уйдет, потому что сейчас откатится стан. Пошел стан Змейка. И минус... Наверное, Рейзен. Ставит хилингвард себе. Отводит. Тычка от Угармага. Четыре игрока. Многие еле живые, но 4-1 в пользу Инвейджен. Матч в это время находится по-прежнему на оффлейне. 940 на руках. Нет даже Аркан, но сейчас появится Ревейдж. Фантомка в медле. 37-7 по крипам. Чуть-чуть совсем обходит Магнуса. ПА. Джиггернаут за Сейо. Будет ли тычка? Мисс от Магнуса. И Фантомка забирает килл. 700 на руках. Появляется ПТ. Идет забирать руну. На топ. Побаивается немного. Надо подстраховать. Появляется здесь хоста. И можно отпеваться. Ставится хилингвард. Пошел фарм эншентов для марча. Ну вот хоть какой-то бонус по золоту. Хин. Снова минус. Снова минус. Здесь на ботами происходит какая-то ахинея. Потому что постоянно дохнут игроки команды MVP по очереди. Причем. 2-5 счет. По общим графикам. Инвейджин. Выигрывает около 1000 по золоту. 250 по экспиринсу. Преимущество у MVP. Фантомка. Четвертый даггер. Первый блинг. Есть руны хосты. Придется сейчас отпеваться. Потому что... Денает вышку медузы на ботами. Винга на экспинге. На топе. И пифаер. Даггернал сейчас получит ультимейт. Фейзы у него будут после этого крипа. Если получится зла схитить. Ну он должен справиться. Справился. Есть фейзы. Ультимейта правда не появилось. Потому что сюда подошел Форел. Из пионерия экспиринс. Четвертый ликвидфайр. А Фантом Ассасин погибает. Погибает на топе. С помощью Бэтрайдера Лассо. Подходит сюда. Тайт. Но... Чего ты здесь бакуешь? Придется смещаться сейчас с инвейдженом. Потому что вышка в медле упадет очень быстро. Пошли кассочки. Форел. Пошло ТП. Есть Маледикт. Это минус. Почему ты не стал сразу заходить на хайграунд. И за это поплатился. Джиггернаут. С ультимейтом. Но не хватает маны. Потому что потратил все на фьюри. Марч пытается вывести даггер. Что-то пока не задается у MVP. Есть рэвидж. Подходит сюда джиггернаут. Начинает гнать кесси к имбу. Должен быть гаш. Пошел гаш в лицо. Ультимейт. Рэвидж. Анчор смеш. Фьюри. Минус кесси к имбу. А вот то, что погибает медуза, это неприятно. Там еще небольшие проблемы у ОК в медле. Здесь вингах. Должен быть вейвов террор. Пошел стан. Килл для фантомки. Полный боттл. Поэтому отойдет. Отопьется. Все будет нормально. А вот Хин может и не уйти. Получает. Игнайт стиков нет. Погибает. Задумочка по бетрайдеру. Что будет собирать фантомка? Я думаю это будет Бики-Би. Макси-блинк. Снова ликует фаер на бетрайдера. Подгорает. У нее транквилы. Поэтому все наладится. Па смещается на ботом. Девятый уровень. Дальше Макси-блинк. Не знаю. Против Медузы и Дезвардами. Кажется здесь и миссы бы не помешали. 200 остается до даггера. Ультимейта даггера. 60 секунд. Попытка спануть Джаккиро. Есть Вижен. Здесь вышка фуловая. Поэтому не особо агрессирует. На топе вышка почти упала. В Медле половина ХП. Полторы тысячи на руках. Появляется Огрклаб. Да. Это собирается БКБ. Даггер у бетрайдера. Даггер у Тайтхантера после этого крипа. Хин. Стан. Магнус. Успевает Хин откинуться. Но откидывается во всех смыслах слов. Тайт. Гаш. Выцепили. Подвозят. Пошел ульт Медузу. Марч небольшие проблемы. Стоит Дезвар. Дамажит очень много. Вот здесь. Надо уходить. Джиггернаут. Попарабану всем на твою крутилку. Стан по Форел. Па. Запрыгивает. Огра. Пытается допилить. Даггер. Допиливает. Будет ли стан. Есть стан в ОК. Можно еще раз запрыгивать. Запрыгивает Па. Снова откатился Даггер. Будет ли крит. Крита тут и не надо. Джиггернаут с ультимейта в это время развалил Медузу. Как-то не очень получилась драка у Инвейджин. Вроде начали за здравие. Закончили как обычно. Цепанули. Отличный РП по двоим. Стоял Дезвард. Вовремя надо было просто отступить. Но они решили подраться еще. 1700 УПА. Погибает вышка. Забирает ее Джакира. Вот-вот хватит на Юл. Хин. Носится под Кларити. 11 уровень у Фантомки. Криты еще больше. Ну и 1000 остается до БКБ. Ванги Фулл Спирит. Фантомочка. Решил принести себе Митрио Хаммер и Огр Клаб. Ну а что, место есть, почему бы и нет. Винга. С Маке. С Джиггернаутом. Попытаются сейчас что-то начудить. Тем более есть Райвэйдж. Магнус. Уезжает отсюда Магнус. Тайд запрыгнул. Не угадал. На ботами сейчас должна быть стычка. Хин. Пропадает Смоук. Сигналит. Мол, кто-то рядом. Взлетает Бэтрайдер. Цепляет Лассо Хина. Маледикт. Хин минус. Успел дать стан в ОК. Не стали драться здесь. Рейзен уходит с ТПА. По АП, потому что находится почти под топом. Снова минус вышка. Забирает ее Джокера. У Джокера уже есть Юл. Что есть у Медузы в это время? Персиверанс. 1100. До Линки еще очень долго. Что, пойдут давить топ? У Медузы ультимейт есть. В этом вся проблема. Можно, правда, пытаться очень быстро оставить без маны за счет ревейджа и крита какого-то. Пошел Юл. Стан по Форел. Тайд запрыгивать не рискнул. Касочки в никуда. Кво. Запрыгивать на Тайда. Минус Форел. Продан, как говорится. Рейзен в это время в Медле. Брейсер, Стики, Фойзы. Барабанчики соберет себе. Доп мув спит. Небольшая выживаемость. Что у нас по Нетворсам? 6600 ПА. Запрыгивают на Хина. Лассо здесь нет. Будет ли какой-то под сейв ТП? Пока его нет. Зато есть свап. Но это не особо поможет. Есть сейв ТП. Джкернаут. С дайгера уходит Бэтрайдер. И на этом все. Общие графики. MVP после драки в Медле выиграли 1500. Сейчас остается 500 золота в преимуществе. 1000 XP они уже проигрывают. ПА пытается доформить свое БКБ. Марш на хосте. Давно не был использован Древидж. А пора бужа. Джкернаута. Пытались утащить. Подлетает сюда. Порел. Поднял Юл. Айс Пэт. И должен быть ультимейт Джкернаута. Бэтрайдер. Ну нет. Я думал, что вызовет. Выживет. То есть 359 золота за него получает ПА. Есть еще и БКБ сейчас прям. Уже летит. Ну вот-вот будет 12 уровень. Начнет макситься у ворот. Есть ультимейт Орб. Отдают вышку. Пытаются забрать в это время Т2. Но с Лифид Файером неплохо идет. Приходится прожимать Фортификацион. Пролетают уже на Т3 Магнус. РП было в никуда. Медуза прожимает ультимейт. Кого-то хоть подцепит. Пошел Юл. И должна быть ответочка. Тайды здесь только не хватает. Запрыгивает ПА. Может уехать. БКБ прожимается. Отличный рэвидж по четверым. Вы посмотрите, что творит здесь марш. Окей, огромные проблемы. Макропира пошла. Ков грызается в кейсик имбу. Бэтрайдер рядом. Надо отсюда упрыгивать. Пашка будет упрыгивать. Подцепили еще и угрмага. Пошел Блинк. Дайгер. Станк Кло. Рассыпет здесь Огра. Приземляется кейсик. Включает мана-шилд. Пошел дайгер. Запрыгивает ПА. Будет ли хотя бы один крит. Пока критов нет. Заканчивается мана-шилд. Гаш. Бэтрайдер. Кло запрыгивает на хайграунд. Пошло СО. Тащат. Стики. ГД. Минус Бэтрайдер. Это минус 5 в 0. Форел может сейчас погибнуть. Нет. Агр-вышки сняли. Клоу летает на базу. 1700 на руках. Т2 будет стоять на топе в это время. Форбит спокойненько. Винга. Восьмой уровень. Той его в террор. Под пуш. Все разлетелись. Просто минус 5. Минус 5. Минус РП. Ну, конечно, Рэвидж четверых свое дело сделал. Плюс 10-секундное БКБ УПА. Это тоже штука дикая на начальной стадии, когда ты не можешь по ней попасть физической атакой и магически ее банально бить не можешь. Тайда начинает собираться. Рефрешер. Пока есть только обливион став. 2000 на руках УКО. Я думаю, что будет собирать башер. Надо бустануть дэмэдж. Надо бустануть контроль какой-либо цели. Обзал бейт. Еще что-нибудь. Руна инвиза. А вот здесь линка. Да, линка появится сейчас. Прям вот. Буквально через минуту. Но. Пока не появится МКБ. Кво будет очень трудноуязвимым таргетом. Видят здесь бэтрайдера. Должен быть какой-то смок. Бэтрайдер делает стак. Кво его решил подблочить. Магнус уезжает. Пошло БКБ. Лассо. Кво затащит на хайграунд. Там будет тут же блинг. Айспэд. Кво запрыгивает на Угрмага. Мак Рапира. Пошел Ликвид Файр. Хорел. Есть Юл. Что-то будет отступать. Тайт запрыгивает. Рэвиджа пока нет. Есть РП по двоим. Кво затащили. Фьюри. Айспэду как же больно. Ультимейта здесь уже не будет. Кво запрыгивает. Пытается спилить Магнуса. Магнус спилили. Wave of Terror. Анчор Смэш попадает. Ликвид Файр. Пошел в Бэтрайдер. Бэтрайдер минус. Минус Кейси Кимба. Это уже минус 4. И Огар Мага отсюда тоже не отпустит. Летает здесь Хилинг Вард. Все фуловые. Снова минус 5. И 2 900 на руках. Да, вышка здесь не упадет, потому что крипов нет. Они очень далеко. Сместятся в мидл. Итог боя. 5 300 опыта. 2 500 золота. Мы видим, что произошло по графикам. Сейчас около 10 000 преимущества будет MVP. И по XP, и по золоту. Фантомка 14. 3 000. Пошли на Рошана. У Инвэжн все плохо. Линкапы и ОСемидузы. Но, как я говорю, это убиваторских способностей. Ей не добавляет. Бэтрайдер. Есть лассо. Просветили. Свапнули. Фантомочка запрыгнула. И у нас Бэтрайдер. 40 секунд. Драться теперь на Рошане не будут 100%. Тем более у Тайда есть Райвейдж. Падает Рошан. Ага. Вот так вот. Фантомка решила собирать себе Бэтл Фьюри. Странный выбор для меня. Довольно таки. Все таки, мне кажется, обзалблейд здесь был бы намного полезней. Запрыгнул. Уронил наглого меч. Убил. Скоро 16 уровень. Криты будут просто бешеные. Они и сейчас очень сильные. Да, Бэф сейчас уже практически будет. Даггон появляется у Джекира. Это уже издевательство. Ну что, есть Райвейдж. Есть Обливион Став, Войт Стон, Персиверанс. Уже, грубо говоря, в кармане. Остается выформить рецептик. Пойдут сбирать ботом. Да, но когда у Тайда появятся два Райвейджа, шансов там вообще не останется. Потому что БКБ здесь ни у кого не планируется. Вообще ни у кого. Соответственно, два Райвейджа это гора трупов. Джиггернал пытается собрать Аганим себе. Есть БФ, который сейчас прилетит. Прилетает Соттайт. Пытаются добить вышку в медле. Пока есть Аегис, мне кажется, можно и подраться. Все драки последние массовые были выиграны в салат команды МВП. Имеет Медузу. Штаггер. Включает Стан. О, на этом подожгли. Там есть БКБ, если что. Пошла Змейка. Какой-нибудь Доминатор бы здесь не помешал. Смещение в Мидл. Вейв. Падает вышка, забирает ее Фантомка. Еще 100 в руках. Ну и теперь можно на топ забирать последнюю Т2. Тайд дофармливает свою 1000 до рефрешера. Подхил от Варда. Джиггернаут. Три сотни до Аганима. Ну что тут преимущество. Более 12 тысяч по золоту, 15 тысяч по экспириенсу. Крипов роняют моментально. Упадет сейчас последняя Т2. Надо огрызнуться и хотя бы забрать Т1. Может быть в мидле. Ну там вроде, да, на грани. До 16 уровня совсем чуть-чуть. До конца Егиса 2 минуты. ТП в мидл. Ничего, смеш. Гаш. Сбери линку. Падает вышка на топе. Снова достается Фантомке. Фантомка ТП на ботом. Здесь огромное количество фарма. Пока не везет на криты. Спилила. 2400 на руках. Покупает ТП. Пытаются избегать всяческих стычек ребята из Invasion. Да, понятное дело, у них Медуза. Медуза, которая начинает собирать либо Мэйл Шторм, либо БКБ. Наверное, БКБ, потому что два ревейджа будут практически прямо сейчас. И как это вытанковывать, я не знаю. Папа отпушивает ботом. Остальные в Медле. Здесь уже 16-й. Да, появляется рефрешер. Свиток летит. Ну, просто будут жечь вышку. О. Пока Егис можно побаковать. Линквардом ищетой. Минус Бэтрайдер. Теперь бояться вообще нечего. Можно спокойно врываться. Хин, сбили линку. Отличный РП. По троим. Надо увозить. По макро Апере. Пошел первый ревейдж. Задели кисек имбук. О, с воротами. Му по барабанной. Это Дезвард. Это уже минус 3. Потеряли только вероят. Вингу минус 4. Отлетает просто в секунду. Ну, тут... Ну, а что? Минус 5. Минус 5. Дропа Егиса и минус Винга. Вышка в Медле, понятное дело, упадет. Дефт сейчас нечем. Да, появится Медуза. Ультимейт у нее нет. Бэтрайдер будет с лассо. Попытка вытащить Хво будет. А чем убивать-то? У него БКБ 9 секунд. 8 секунд. И ладно. Обвиняюсь. Падает барак. Ну и все идет к тому, что это 2-0 в пользу МВП. Минус Мидл. Смещаются тут же на ботом. Хилинг варч через 4 секунды. Пас. Тайдам мгновенно забирают крипов. Реведж, если что, есть. Провезен рефрешер у Тайда. Бэйф от Магнуса. Пошел БКБ. Реведж. Ну мы видим, что происходит как бы. Паша решение прилетело. Там уже Паша Редоминатор в стэше лежит. Затащили Гво. Гво минус, кстати. Да, за него очень много денег сейчас получили. Шоу Айс Пэт. Ну перебаковали немного. Джиггернаут в соло бараке, наверное, не заберет. Запрыгивает Бэтрайдер. Получает Анчур Смэш. Фор Рео. Дуал Файр. Джиггернаут. Фьюри. Минус Бэтрайдер. Стан. Анчур Смэш. Мультикаст. Рейзен может и погибнуть. Скушал стики. Пошел свап. Огора откинули. Марш просто уходит. Пошел Блудласт. Может быть и догонят. Хотя сейчас будет дайгер. А, успел сделать дайгер. Все нормально. Итог боя. 7400 опыта. 2800 золота заработали Инвейджин. Но это по большей части за убийство ПА. Которая погибла под фонтаном. Есть Башер. Есть Доминатор. Вместо стиков, наверное. Не знаю, куда его еще тут втулить. Ну, сторону не снесли, да. Пытаются откидываться здесь ребята из Инвейджин. БКБ появляется у Медузы после этого файта. Еще и 1300 сверху. Поэтому сейчас немного остепенятся. И все же будут агрессировать больше на бараке. Что там по рейвиджам? Вчесть 60 секунд будет 2. Догон 4 уровня. Сейчас какой-то Вич-доктор практически с догона отлетает. Что там? Два рейвиджа через 25 секунд. Караулит Рейзен. 16 уровень. Третий ультимейт. Запрыгнул. Разрубил, по-моему, тут... Нет, не получилось. Хотел Бэтрайдера, конечно, разрубить. А Фьюри пытается уйти. Помогут ли ему? Минус Рейзен. Запрыгивает БА. Прожимается БКБ. Медуза. Будет ли плацать ультимейт? Пошел РП. Отвозить. Свап. Уезжает отсюда Хин. Где рейвиджи-то? Вот они, рейвиджи. Пошел первый. Пошел второй. ПА все это время нарезает. Минус Бэтрайдер. На Огрмага. Пройдет ли крит? Проходит крит. Минус Кесси Кимба. Целится здесь всячески. Кстати, придется отступить. Потому что на двоих тут не развалишь. А минус 3 в 3 получилось. Потрачено 2 рейвиджа. И бараки все еще стоят. Да, рейнджовый скоро рассыпется. Появляется рецепт на Сатаник. Остается 800 выформить. До Ривера. До следующего Рошана. Полторы минуты где-то. Ну и что. Вот он. Сатаник. Хотя, мне кажется, Сабузал бы лучше зашел. Выживаемости вроде как хватает. Всего 2 смерти есть. Ого. Ну, это бонус по ХП, конечно. Если вдруг тебя подцепят. Можешь пережить. Потом нажать кнопочку БКБ. И всех убить. Пятый догон у Джокира. Талисман оф Эвейджен. Немного поможет защититься от ПА. Прилетает Сатаник. Успевается Линка. И дуза. Забирает вышку. Подходит сюда Магнус. Успевает Кво проржать БКБ. Но ворваться, я думаю, не будет. Подфармит Крипочков. И надо будет уходить. Ну, либо подтягивает сюда команда. Что там у Тайда. 70 секунд до 2 реведжей. 40 секунд до 1. Следующая стычка, наверное, будет на Рошане. Ну, а теперь обузал Блейд, Травела и Ласт Слот. Это, скорее всего, должно быть МКБ, потому что у Медузы там бетерфляй потихонечку вырисовывается. Который уже почти скоро вот будет. Барабан у Винги. Винга собирает полезный артефакт. Такие же мог бы собирать и Джакира. Какой-то Пайп там и так далее. Он собирает пятый Дагон. Разрушитель. Ну и стычка на Рошане будет. РП есть. Есть. Ульт Медузы есть. Можно попробовать. Ставит Кво. Фармит. БКБ сейчас будет. Боево в Террор. Ржимается БКБ. Медуза. Подтащили Хина. Есть свап. Пошел первый Рэвидж. Развалили Вингу. Кво стоит. РП. Дадут ли проржать вообще БКБ здесь? Подтащили. БКБ. Сатаник. Фулл ХП. Макропира. Медузы нет. Окей, пытается спастись бегством. Да. 1200 бегства не будет. Ну, Супермак. Как пооказалось, здесь... А, пушком подошла. Это дроп Аегиса. Надо подпушить ботом лейн, чтобы зайти уже. Хайграунд. 1900 на руках. На Бзалблейд немножко не хватает. Джиггернаут. Хилингвар через 20. Рэвидж у Тайда. Может быть, если нажмет рефрешер. Но пока не собирается этого делать. Должны сейчас добить, как минимум, рейнджовый барак. Хитят 20 секунд до Медузы. Фикира идет своим пятым догоном маковать. Падает рейнджовый. Начинает падать милишный. Должны нажимать фортификейшн. Нет нижнего фортификейшн. Т4. Так, конечно же, может танковать. Под Хилингвард гунду и 50% мясами. Чего не потанковать? Горит вышка. Перелинку. Пошел стан Покло. Там Аегис есть, поэтому... Касочки. Тайт. Не хочется пока нажимать рефрешер. Огр. Рассыпался. Медуза. Наваливает Покло. МКБ там нет, поэтому это не так-то просто. ПКБ. Сатаник. Сатаник прошел в никуда. Сквозь сейчас дропнут Аегис. Дропнули Аегис. Тайт. Запрыгнул. Лэвич уже был. Пошел Гарш. Сбили линку. Встает ПА. Просто сигнале давайте добивать вышку. Фортификейшн здесь нет. Джакиро. Джакиро там до сих пор дерется с Медузой. ПА. Минус Бэтрайвер. ТПА от Медузы. Все еще надеется на что-то. Хотя она одна в живых и падает трон. Не лучше ли просто нормально написать ГГ? На что типа надеяться? Ну вот ты подставил. Пошел Крит. Маны нет. Проходит Баш. Следующий Крит уже будет полностью ПХП. Касочки. Пытается Дезвард. Станк. Во! Под Маледиктом. Как неприятно. Запрыгнул под БКБ. Сатаником. Фулл КП. Проходит еще Башек. Просто аннигиляция. Что-то другому не назовешь. Мисс. Мисс. И Баш. Завели. ПА. ПА сейчас просто блинкнется на своего. Либо здесь развалит лицо. Магнусу. Б. Баланс. Просто. Под Фонтаном. На 35-й минуте. Забирает. Магнуса. Что ж. Поздравляем МВП с выходом в Гранд Финал. 2-0 они одерживают победу. Не сказать, что трудно. Две катки по 30 минут. Уверенно. Хотя начало было непонятным. Проигрывали где-то по фрагам. Переигрывали их трипл лейн. Ну а у нас будет часовая пауза, дорогие друзья, до следующего матча. Поэтому можете сходиться, затариться какими-то ништячками. ФД против Рейв у нас будут играть. Ну а мы пока будем слушать музычку. И общаться в чатике, наверное. Никуда не сходитесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok